Сейчас я вот этот конвертик открою. Ну вот тут вот такие переслова. Ганков, Никита, Алексей Юрьевич. В этом году международная премия мира вручалась в девятый раз. МИР – аббревиатура, расшифровывается как «Молодежь, инициатива, развитие». На победу претендовало рекордное количество участников – около 500 человек из 70 регионов России и еще 16 стран. Никаких материальных благ премия не подразумевает. Главное для конкурсантов – выявление и признание их заслуг в развитии общества, как бы громко это ни звучало. Для того, чтобы другие люди и ребята, не только те, которые имеют какие-то ограничения в своем физическом самочувствии, но и те, которые здоровые, для того, чтобы быть для них примером и показать то, что многие ограничения создаем мы сами себе и рождаются они у нас вот здесь в голове. Участники конкурса проходили многоступенчатый отбор. Кандидатуры рассматривали сначала оргкомитет, потом экспертный совет, дальше шло народное голосование на сайте премии. На каждом этапе оценивалась общественная нагрузка претендентов и ее польза для окружающих. За Никиту Ванкова, к слову, отдали голоса более 10 тысяч человек. Председатель молодежного совета при главе города Анапа, член экспертного совета при губернаторе Краснодарского края, член конфедерации подводной деятельности России, член ревизионной комиссии общероссийского народного фронта, плюс как еще общественник, плюс как мотивационный оратор, как спикер. Это также относится к общественности. Часто выступаю на различных родных мероприятиях в качестве эксперта и в судейской коллегии. И не знаю, позволит нам в этом году пандемия или нет, ежегодно становлюсь ведущим городского мероприятия, посвященного Международному дню инвалидов. По словам самого Никиты Ванкова, справляться с такой общественной нагрузкой ему помогают с занятия спортом. Он первый в России парадайвер, установивший сразу несколько рекордов края и страны. На собственном примере Никита убедился, что парадайвинг способен возвращать к жизни даже тех, кому врачи поставили тяжелый диагноз. Огромная мечта Никиты сегодня – создать в Анапе большой реабилитационный центр подводного плавания для инвалидов. Мужчина много работает над этим, а поэтому уверен, мечта обязательно сбудется. Анастасия Гербер, Алексей Дивейкин, Михаил Попов. Анапа. Регион.